Всем привет! Помните фразу «Весь апрель никому не верь»? Так вот, в программе «Дача» только достоверная информация. Меня зовут Лена Иванова, обещаю все узнать, проверить и поделиться с вами. Сегодня на даче. Какой большой конкурент, от него нужно избавиться. При обрезке главное правило не жалеть. Обрезаем сливу по всем правилам. Садовод Андрей Сенкевич научит, как превратить объемный куст в компактную чашу. Гладами будет усыпана каждая ветка. Я использую вот такие инструменты, они выдвижные, можно работать тоже именно в высоте. Они выполняют вот диаметр до 5 сантиметров. Секатор-трансформер. Какие инструменты нужны каждому дачнику? Лена опробует все орудия садоводов. Не останется без внимания и тяжелая артиллерия. Вы представить себе не можете, с кем мы вас сегодня познакомим. Садовод в нескольких поколениях, агроном с международной практикой, селекционер и просто хороший человек Андрей Сенкевич. Помните грушу «Просто Мария» – один из лучших белорусских сортов. Так вот, его вывела родная тетя Андрея Галина Алексеева в соавторстве с коллегами из Института плодоводства Национальной Академии наук Беларуси. Милости просим в питомник компании «Декорсад», где Андрей работает главным агрономом. Здесь собраны очень редкие перспективные сорта деревьев и кустарников. И в этом саду мы открываем зеленую парикмахерскую. На весеннюю стрижку выстроилась очередь деревьев. Андрей, познакомьте нас с первым клиентом вашей парикмахерской. Это кто? Мы будем обрезать дерево сорта «Фаворитка де Султана». Очень вкусная розовая слива. Слива? Здравствуй, фаворитка султана Слива. Какую тебе стрижку? Боб или каре? Учитывая, что данный саженец на низкорослом подвоевы, пока один, имеет компактную крону, обрезать мы его будем в форме чаши. Чаще всего крону слива формируют двумя видами – веретеном, либо кустом на ножке, то есть чашей. Если место на участке позволяет, выбирайте второй способ – чашу. А в чем преимущество такой кроны? Она не имеет центрального проводника. Дерево прогревается больше солнца внутри. То есть не растет таким высоким и традиционно имеет 4-5 стволов. Голыми руками сливу не возьмешь. Пора вооружиться. Что нам потребуется для обрезки? На столе вашу столько много инструментов красивых. Что выберем? На самом деле все зависит от возраста дерева, от его габаритов. Если дерево обрезается ежегодно, в основном нужны обычный ручной секатор. Вот такой? Такого плана. Да, более легкий, женский и более грубо мужской. Так, вот такими инструментами стоит обязательно завестись каждому дачнику. Профессионалу этого мало. В арсенале садовода инструменты посерьезней. Более крупные инструменты используются, ну так называемая выдвижная рука. Тот же легкий секатор, но им можно работать на высоте. Ну, с моим ростом я боюсь, что даже такой выдвижной руки не хватит, пригодится стремянка. Очень удобно им можно зайти в крону, когда она еще очень густая, и прорезить ее. Далее для больших срезов используем вот такие инструменты. Они выдвижные, можно работать тоже именно на высоте. Они выполняют вот диаметр до 5 сантиметров срез. Секатор-трансформер. Да. Для самых запущенных случаев на готове высотная электропила и бензопила. Посмотрим, дойдет ли до них сегодня дело. Итак, с чего начнем обрезку? Я начну с того, что облачусь в свои цветущие перчатки. А вы что скажете, какую ветку нужно в первую очередь удалять? Ну, вначале нужно подойти к дереву, оценить его возраст, состояние, развитие. Приросты на дереве должны иметь минимум 30 сантиметров. Это говорит о том, что дерево растет. Если приросты меньше 30 сантиметров, значит, деревца не докормили. У этой сливы все в порядке, и Лене не терпится приступить к делу. Давайте мне какой-нибудь инструмент, какой доверите? Давайте я поделюсь инструментом. Значит, мы для начала уберем ветки, которые нависают друг на другом, трутся между собой. Вот эти веточки явно между собой трутся. Вот эта ветка расположена очень низко, и она в развитии слабее. Мы уберем ее для начала вот здесь. Тем самым освободим центр дерева, освободив нашу чашу. И это только начало. Как создавать чашу дальше? Идем от центра по ветке и смотрим, что они трущиеся. То есть лучше оставить ту, которая более высоко расположена. И она заметно поплотнее, потолще. Она будет ближе к солнышку, поэтому здесь мы сделаем вот так. Теперь заглянем в центр кроны. Что еще нам мешает? Вот здесь слаборазвитая ветка, которая и трется, и загущает центр. Ну вот давайте слаборазвитую попробую я обрезать моих сил, надеюсь, для слабой ветки хватит. Обрезать мы ее будем на кольцо. На кольцо. Поэтому срезаем под самый стволик. Это называется обрезка на кольцо. Жмите сильнее. Еще сильнее. Нет, давайте лучше все-таки доверим это дело профессионалу. Садовод решил дать Лене второй шанс. Юра поспешил на помощь. Обрезайте ветки всегда на внешнюю почку. Ту, которая идет от центра кроны. Вот здесь две веточки подружки растут рядом. Как поступить с ними? Нужно сразу распределять, кто из них будет главным, кто будет вторичным. Вообще обычно, когда из одного дерева начинают расти несколько стволов, они со временем утолщаются и разрывают друг друга. Поэтому лучше один из них удалить. Мы удаляем тот, который расположен более вертикально, оставляя более горизонтально. И укорачиваем его на 10 сантиметров, чтобы опять же сохранить компактные размеры кроны. Последние штрихи и стрижка окончена. Вот такая красавица у нас получилась. Я надеюсь, что она довольна своей стрижкой. Когда в следующий раз приходить? Ну, приходить лучше всего за урожаем, когда нас отблагодарит за обрезку. А следующую обрезку она получит в следующем году. То есть ни летний, ни осенний обрезки для сливы не нужно делать? Нет. Дерево будет развиваться в сезон вегетации самостоятельно по заданным нами параметрам. Хорошо. Значит, нас ждет следующий клиент. Пойдемте. Пойдемте. Пусть парикмахеры немного отдохнут, а мы идем дальше. В общем, слива у нас прошла полный курс салонных процедур. Сначала ей сделали стрижку, теперь нанесли макияж. В общем, к новому сезону она подойдет во всей красе. Прямо с крышечкой? Да? Да. Пожалуй, свежая микрозелень не будет лишней для поддержания олениных сил. Потому что справиться с обрезкой сливы не так просто, как может показаться сначала. Жмите сильнее. Еще сильнее? Нет, давайте лучше все-таки доверим это дело профессионалу. Напомним, что дача гостит сегодня в питомнике декор-сад. А мастер-класс по обрезке деревьев дает садовод Андрей Сенкевич. На стрижку к мастеру записалась еще одна красавица. Так, это дерево уже явно постарше, повыше. Сколько лет этой сливе? Этой сливе 12 лет. Она на семенном подвое, высокорослая. Но, соответственно, крона выглядит гораздо более развитой. Что высокорослые, что низкорослые сливы Андрей формирует в виде чаши. Центральный проводник при этом способе вырезается. Остается от 4 до 5 основных ветвей. Здесь раз, два, три, шесть свалов. Ну, вот один из них мы удалим, так как он загущает центр. Какой? Какой будет жертвой? В этом году на этой сливе мы удалим вот этот, так как он расходится из одного места, два сука, как мы с вами говорили. Удалим вот здесь вот этот, который пытается стать центральным, оставив вот эту ветку боковую на плодоношение. И, конечно, удалим все сухие и поврежденные веточки. Инструменты перед обрезкой не забудьте продезинфицировать спиртосодержащими или хлорсодержащими средствами. Особенно важно это при обрезке кустарников. Да уж, с молодыми деревьями все понятней. Если делать обрезку не каждый год, хлопот заметно прибавится. Но и здесь правила те же. Удаляем лидеров, а также ветки, которые пересекаются или трутся. Правда, инструменты понадобятся посолиднее. В ход идет ножовка. И электропила. Не у каждого дачника есть высотное орудие, но верное товарищи не оставят в беде. После такой обрезки у дерева остаются раны. Лена пытается их залечить. Нужно ли замазывать потом спилы? Если, например, маленькие тоненькие веточки обрезали. Срезы до 5 сантиметров обычно зарастают сами, обветриваются. Поэтому мы проводим раннюю обрезку, чтобы они обветрились до момента сокодвижения начала. Крупные срезы, естественно, закрываем. Для этого подойдут любые замазки и садовые вары. Чаще всего их делают на масляной основе. Можно использовать обычную краску масляную, что есть в хозяйстве. Главное закрыть срез, чтобы споры, которые летят и распространяются ветром в влажную погоду, со старых деревьев, которые расположены рядом, не проникали в наши срезы. Так как быстро они закрыться самостоятельно не смогут. Садовую вар или замазку наносите тонким слоем. Под толстым покровом древесина начнет загнивать. Замазка высыхает очень быстро. Теперь можете быть спокойны. Ворота для инфекции закрыты. В общем, слива у нас прошла полный курс салонных процедур. Сначала ей сделали стрижку, теперь нанесли макияж. В общем, к новому сезону оно подойдет во всей красе. Да, я думаю, будет красотка. В этом мы обязательно убедимся осенью, когда приедем собирать к Андрею Сенкевичу урожай слив. А пока еще раз оглядим сад. На некоторых ветках Лена заметила лишайники. Многие дачники считают их источником инфекций и микроорганизмов. Садовод уверяет, бороться с ними не нужно. Для дерева они не опасны. Лишайник не проникает в структуру древесины, а живет лишь на поверхности. Первый признак – это влажный климат. В Беларуси у нас влажность очень высокая, поэтому это распространено традиционно по всей Беларуси. Пусть по всей Беларуси распространяются здоровые ухоженные сады. Дача приложит к этому максимум усилий. А Лена согласна подождать, прежде чем увидит результат своего труда. Сегодня садоводом Андреем Сенкевичем она обрезала сливы. И поняла, иногда приходится жертвовать чем-то важным, чтобы в итоге приобрести самое главное. И вот эта ветка стремится стать центральным проводником и забрать питание на себя. Ее мы удалим, чтобы сохранить нашу форму чаш.